Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Music Market, а это значит, что пришло время нового обзора. Сегодня мы решили рассмотреть два цифровых пианино начального уровня от компании Casio – модели CDP-S100 и CDP-S150. В отличие от инструментов из серии CDP, модели CDP-S могут похвастаться самыми компактными размерами среди всех цифровых пианино с полноразмерной 88-минутной клавиатурой. А в случае с пианино размер действительно имеет значение. Так, к примеру, многие родители, которые отдают своих детей в музыкальную школу, не очень хотят, чтобы они занимались на фортепиано, мотивируя это тем, что огромный и тяжелый инструмент просто некуда поставить. Современные цифровые пианино решают эту проблему, а компания Casio занимает лидирующие позиции. Передо мной модель CDP-S150, которая внешне ничем не отличается от модели CDP-S100. При своих компактных размерах и рекордно низком весе, а весят они, кстати, всего 10,5 кг, их можно без проблем переставлять, переносить, в случае необходимости вообще убрать в шкаф, поставить вертикально. Но самое главное, что уменьшение габаритов никак не сказалось на качестве звучания и механики клавиатуры. Наоборот, они подверглись тщательной переработке и качественному обновлению. Двусенсорная клавиатура пианино Scaled Hammer Action 2 с имитацией градуированной молоточковой механики передает очень реалистичные ощущения от игры. Особое расположение сенсоров позволяет многократно повторять одну и ту же ноту, не дожидаясь, пока клавиша вернется в исходное положение, что очень близко к механике акустического фортепиана. Особое покрытие клавиш под слоновую кость и черное дерево создает очень приятные тактильные ощущения и предотвращает скольжение пальцев во время исполнения быстрых пассажей. Благодаря настолько проработанной клавиатуре, модели серии CDPS могут смело конкурировать с более дорогостоящими инструментами других производителей. Что касается звучания инструментов, оно было очень тщательно проработано. Модели CDPS 100 и CDPS 150 включают в себя 10 тембров различных инструментов, среди которых 3 рояля, основной, более мягкий, более яркий, 3 тембра электронных пианино, клавесин, 2 вида органов и струнные. Такого набора вполне хватит для полноценных занятий. Тем же, кто ищет более функциональный инструмент с огромным количеством тембров, встроенным автоаккомпанементом и другими расширенными возможностями, наверняка придется по вкусу модель CDPS 350 из этой же серии, которую мы обязательно рассмотрим в одном из наших следующих видео. Залогом высокого качества тембров является многоуровневое сэмплирование и специальная технология TVF – Time Variant Filter. Эта технология изменяет окраску тембра рояля в зависимости от продолжительности звучания ноты. При затухании ноты зацикленные сэмплы не просто становятся тише, но меняется их частотная характеристика. И это позволяет длинной ноте звучать максимально естественно. Интерфейс обоих инструментов невероятно прост. На верхней панели CDPS 100 расположена кнопка включения, регулятор громкости, кнопка Grand Piano, которая позволяет мгновенно переключаться на тембр рояля, и кнопочка Function, которая служит для управления дополнительными функциями. В модели CDPS 150 такое же количество органов управления, но первая кнопка совмещает в себе Grand Piano и Function, а вторая отвечает за режим записи. И это первое отличие между двумя моделями. В CDPS 100 функции записи нет, а CDPS 150 позволяет записать во встроенную память инструмента одну композицию и позже прослушать ее. Эта функция очень полезна при обучении, так как позволяет проанализировать собственное исполнение и более тщательно проработать трудные места. Для переключения тембра достаточно зажать кнопку Function и выбрать одну из клавиш. Назначение каждой клавиши прописано сверху. Продолжение следует... Продолжение следует... Таким же образом можно включить метроном, задать его темп и количество долей в такте. Выбрать уровень чувствительности клавиатуры. Всего их тут три. Разнообразить звучание инструментов, добавив к ним реверберацию или хорос, каждого по четыре вида. Задать интервал для транспонирования и настроить системные параметры. Также в модели CDPS 150 можно выбрать один из 17 вариантов темперации. От равномерно темперированного строя до пифагорового и многих других. И в этом второй раз еще инструментов. В CDPS 100 такой возможности нет. Все разъемы, как всегда, расположены на задней панели. Тут есть вход для адаптера питания, вход аудио-ин для воспроизведения музыки с телефона, планшета и любого другого устройства, выход на наушники, миниджек, вход для педали сустейна и разъем USB Type-B. В CDPS 100 других разъемов нет. А в модели CDPS 150 есть вход для подключения блока из трех педалей, что еще больше приближает этот инструмент к акустическому аналогу. Разъем USB Type-B предназначен для нескольких целей. Во-первых, это подключение инструмента к компьютеру и использование его в качестве миди-клавиатуры с полноразмерными взвешенными клавишами. А во-вторых, это возможность работы с бесплатным приложением Cardano Play for Piano, которое доступно для всех устройств на базе iOS и Android. Это приложение позволяет удаленно управлять настройками инструмента, выбирать тембры, включать и выключать эффекты, назначать функции на каждую из педалей и многое другое. Также тут есть встроенные композиции, которые можно выучить по традиционным нотам или формате всплывающих подсказок. Встроенные миди и аудиоплееры и справочная информация по встроенным композициям и композиторам, которые их написали. Комплектуется пианино адаптером питания, пюпитром, руководством пользователя и педалей сустейна. А в комплекте CDPS-150 вы также получаете блок из трех педалей. Устанавливать инструменты можно как на обычную х-образную, так и на специальную деревянную стойку. Причем вторая позволяет устанавливать инструмент именно на ту высоту, на которой находится клавиатура акустического фортепиано, что делает его еще больше похожим на свой акустический аналог. Теперь, когда мы познакомились с Casio CDPS-100 и CDPS-150 поближе, давайте подведем итог и ответим на вопросы, кому и для чего эти инструменты подходят лучше всего. Благодаря тщательно проработанной механике клавиатуры и качественным сэмплам, оба инструмента станут прекрасным выбором для учеников музыкальных школ. Ведь очень важно, чтобы домашние занятия были максимально продуктивными, а переход на акустическое фортепиано не вызывал стресс и дискомфорт. Быстрая клавиатура этих пианино позволяет отрабатывать технически сложные пассажи, поэтому они отлично подойдут учащимся в музыкальных колледжах. Благодаря простому интерфейсу и отсутствию лишних функций, оба инструмента станут неплохим выбором для тех, кто хочет самостоятельно освоить игру на фортепиано. Благодаря компактности и небольшому весу, обе модели можно без труда переносить в специальном чехле, что делает их отличным выбором для тех, кому нужен инструмент для репетиций. Ну и кроме того, все инструменты из серии CDPS могут питаться не только от адаптера питания, но еще от шести батареек типа 2А, что делает их отличным выбором и еще и для уличных музыкантов. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, впереди еще много чего интересного, и пишите в комментариях обзор какого инструмента вы бы хотели увидеть. Всем пока и до встречи на канале Music Market. Music Market Субтитры создавал DimaTorzok